Свобода станет ценностью для всех. От президента Такаева идут хорошие вещи, но они только проговариваются. Нам всем свойственна трусость, конформизм и провинциальность. Пока не будет действительно права выбора, честных выборов, вся эта система не работает. Русские, особенно старшего поколения, проще говорят, они говорят, это не наша война, делайте что хотите, нас не трогайте. Дело в том, что власть никогда не была направлена на то, чтобы объяснить что-то людям. Сейчас тренд какой? А мы казахстанцы или мы казахи и все остальные? Ты, конечно, книгачей, историк, но ты еще и правозащитник. Правозащитник – это, знаешь, как какое-то клеймо. То есть, ты как будто принадлежишь касте неприкасаемых. То есть, вообще, как живется правозащитником в Казахстане сейчас? Ну вот, если брать касту неприкасаемых, то есть два уровня правозащитников. Будет некорректно, вот, как бы дискриминировать, потому что это разделение условное есть. Есть те, которые сейчас уже по протяжении 10-20 лет, они не подвергаются грубым арестам, посадкам, потому что мы как бы прошли это все. И мы сейчас относимся формально вот к этой касте. Но есть молодые ребята, которые 5-3 года стали правозащитниками, которые защищают наиболее уязвимые группы и которых сейчас очень много опрессуют и оказывают давление. Вот, их часто могут и оказать давление, и посадить административно и так далее. И вплоть до того, что многие гражданские активисты даже уголовные сроки имеют. Вот, в основном это используется, если в контексте брать свободы слова, свободы выражения, это связь все по 405-е, это ДВК и КОЩЕ сейчас. Но так как есть группа, которая имеет очень давнюю историю, еще с конца прошлого тысячелетия, вот этих людей стараются уже не трогать. И они сами уже как бы все знают, и поэтому просто так не лезут для того, чтобы их за это посадили. Ты всегда с другой стороны от властей, да, то есть ты всегда с другой стороны баррикады. Вот с ситуацией как раз с Олжасом Амаровичем, когда ты выступил в Фейсбуке сразу по поводу, и назвал его интервью манипулятивным вбросом, ты оказался с ними на одной стороне, то есть они там начинают по непонятным причинам или не вполне понятным там его изымать, запрещать. И тут ты выступаешь с тем, что то, что говорит Олжас Сулейменов, это манипулятивный вброс. Вот тебе сейчас как находиться, скажем так, хотя бы на время с властью на одной стороне баррикады? Ну, во-первых, власти, они используют манипуляции для того, чтобы увести от главных насущных проблем. Вброс Олжаса Амаровича Сулейменова был очень важен для них, для того, чтобы изменить ситуацию с информационной безопасностью, а безопасностью в целом, вопроса суверенитета, вопроса политических реформ, экономических реформ. Потому что все уже поняли, что все концентрируется узкой группой элиты, которая не хочет реформировать страну и не тупо делиться властью, а именно создать такие каналы конкуренции для людей, чтобы были лифты, которые поднимали умных, талантливых наверх, чтобы это была открытая система, которая создала бы такие процедуры, которые позволяли умным, талантливым быть во власти. Да, многие окажутся не удел, но они могут стимулировать, участвовать в этом процессе и сохранить свои капиталы в той или иной форме. И весь вопрос только в этих состояниях. И поэтому любой манипулятивный вброс, он периодически происходит, как в случае вот с Олжасом Сулейменом. То есть ты говоришь, проще говоря, что это отвлечение внимания? Это может быть его прихотью, его размышлениями, его личным выпадом, но так или иначе это всё раздуто уже всей информационной машиной, которая использует сознательно эти вбросы для того, чтобы направить общественное мнение на вот такие второстепенные вещи. Ну а зачем они его запрещали? То есть тот же способ раздуть? Конечно. Вызвать ажиотаж. А тебе не кажется, что мы про них слишком хорошо думаем? Что просто, может быть, какое-то рассогласование действий произошло? То есть сначала машину сказать вперёд, потом на полном ходу по тормозам. Ну потому что слишком глупо изымать тираж Акиматовской газеты «Вечерней Алматы». И вообще в газете «Вечерней Алматы» печатать что-то про Алма-Ату, ну то есть само по себе уже немножко странно. Вот это всё вопросы второстепенные, а вопрос, который требует обсуждения, это то, что люди в Казахстане начинают думать этнически и воспринимают информацию этнически. Это очень плохой признак, потому что мы не формируемся как гражданская нация. А мы успели сформироваться как казахстанцы, прежде чем пошёл вот этот поток формирования этнического или нет? Как ты считаешь? То есть мы на самом деле сейчас тренд какой? А мы казахстанцы или мы казахи и все остальные? Тренд такой, что, естественно, казахские ценности очень легко ложатся в идею и титульной нации, и приоритетов, и то, что декларировалось, в том числе и властями. И поэтому очень легко дискриминировать остальных этнических диаспор, и голос их голос. И вот это противопоставление, оно порождает конфликт. То же самое, возьмите русское самосознание, любое другое. Они формируются уже в своём мире, они аполитичны. Они не участвовали в политике. Они уходили от неё. И они вот это ухудшение... Ну да, русские, особенно старшего поколения, проще говорят. Они говорят, это не наша война. Делайте, что хотите, нас не трогайте. Мы не хотим сейчас ни под какие жернова попасть. И вот на примере Алматы и Алма-Ата, мир русскоязычных, и русский мир, грубо говоря, и казахоязычных, и казахский мир, он как раз лакмусовая бумага, на котором опробируются вот эти все манипуляции. И таких манипуляций очень много. И они иногда кровавые. Поэтому очень важно уметь не манипулировать, а уметь напрямую просвещать, выходить к аудитории, иметь прямое общение с людьми, и иметь вот таких интеллектуальных людей, которые могут нормально объяснять позицию и государства, и оппоненты. Ты видишь сейчас во власти таких нормальных людей, которые могут объяснять позицию государства? Дело в том, что власть никогда не была направлена на то, чтобы объяснить что-то людям. Потому что авторитарная природа дискриминировала людей. То есть, с гражданским обществом все это время происходило только на уровне держать и не пущать. То есть, не происходило никакого диалога. Но это также не может быть. То есть, диалог так или иначе, он все равно в тех или иных формах, он все равно прорывается, как вода. Ну вот посмотрите, формировалась в казахской среде тойская культура. Той. Фактически все завязано было на этом. Среди казахов поддерживались ценности, что земля, язык имеют приоритет. И это все не проговаривалось за рамками этого этнического сообщества. Получается, что каждый был доволен как бы на своем уровне. Русскоязычный мир и русские на своем уровне получали дозированную информацию. Казахоязычный мир получали свою информацию. Она была совершенно отличной. А вот именно формирование гражданской культуры власти не были заинтересованы. Они не хотели, чтобы была сформирована гражданская нация. И вот поэтому главный укор всех – это то, что мы не сформировали развитое общество, современное, цивилизованное, которое могло бы сейчас апеллировать для улучшения жизни экономической, политической и так далее. Мне кажется, главный укор не только всех, но главный укор и всем. Потому что трусость, конформизм, провинциальность – это же не чисто казахские черты, это общеказахстанские черты. В этом смысле мы, безусловно, единое общество. Потому что нам всем свойственно трусость, конформизм и провинциальность. То есть, что с этим делать? То есть, вот такое мы общество, вот так мы живем. Вот так мы зацепились за этот Алмата и Алматы. Но проблема в том, что этнические мыслящие люди, они начинают этнически соотносить вот эти неблагоприятные вещи, как рост безработицы, бедность с этническими моментами. Есть ли сигналы о том, что государство меняется? В конце концов, у нас второй президент. На уровне месседжей от президента Такаева идут хорошие вещи, но они только проговариваются. Системных изменений нет. И получается, что он как бы человек в футляре, который ограничен красными флажками, за которые он не имеет права выходить. А в таких условиях развивать страну очень сложно. Потому что везде есть интересы олигархических групп. И ты хочешь, не хочешь, задеваешь их. В нем нет вот этого пыла реформатора, который будет изменять действительность и призывать людей участвовать в этом. Альжас Амарович Сулейменов повлиял очень серьезно на формирование самосознания казахов. То есть АСИЯ. Насколько его влияние по-прежнему сейчас ценно? И вообще, насколько казахи и казахстанцы готовы к этому наследию? Потому что сейчас раздаются голоса о том, что это наследие вообще нужно выбросить с парохода истории. Дело в том, что образ Альжас Сулеймена напрямую связан с его личностью и той деятельностью за последние 20 лет. Все знают, что и имеют о нем представление о том, что он достаточно конформистен, что он был послом ЮНЕСКО и так далее. То есть очень высокие посты, посол в Италии и так далее. Что все это связано как получение каких-то пряников для того, чтобы не участвовать в политической жизни Казахстана. И вот эта отсылка многих таких видных деятелей и их согласие добровольное воспринимается многими как все перечеркивающее. Вот эти хорошие качественные труды, достаточно качественные, как АЗЯ, которые и подняли вот таких людей. И они были как маяками для очень многих. И сейчас вот это низвержение этих авторитетов, оно вполне логично, оно говорит о том, что общество не имеет никаких вот таких маяков, потому что та эпоха номенклатурная породила и обслуживающий персонал, включая и интеллигенцию, а людей, которые творили без наград, они остались в забвении. И очень много таких людей, которых я знаю, даже вот возьмем на слуху, наиболее из них это Арон Атабек, который очень много, и он и член пен-клуба, и поэт, и писатель, его творчество только в соцсетях. Никогда его книга не была издана государственными издательствами. То есть таких людей очень много. И они все без этой государственной поддержки, вопреки ей, они все борются с тем, что сохраним ли мы в памяти вот эти личности, этих людей, которые вот стали для многих маяками. Но без книги «Аз и я» сегодняшнее национальное сознание казахов было ведь другим. То есть это же то, что, скажем так, какой-то фундамент просто заложил. То есть как можно от этого отказаться? То есть как можно это выбросить? Полностью согласен. Да, многое было в работах теркологов, исследователей, которое вошло в книгу Алжаса Сулейменова. Но у него есть поэтический дар оформления слова, которое к аудитории имеет наиболее близкий путь к сердцу. То есть эмоциональное оформление вот того, что необходимо нации. То есть он большой поэт? Он большой поэт, безусловно. И то, что было так или иначе разбросано до него, он сказал и преподнес так, что это все услышали. Особенно после гонений, которые происходили советских и так далее. Да, он большой поэт, который умеет оформить слово, которое будет звучать, и люди могут формировать на этой базе ценности. В том числе свои собственные и гражданские ценности, и национальные ценности. Смотри, для меня в обычной жизни, в бытовой жизни, для меня, естественно, говорить Алма-Ата. Я задумываюсь, когда я пишу, я пишу Алматы. То есть кому-то где-то отправляю, чтобы кого-то не обидеть, не задеть. Со всеми своими я говорю Алма-Ата. Для меня это естественно, как и для большинства алма-атинцев. Но я прекрасно понимаю, что сейчас переименовывать и вообще поднимать вопросы переименований – это смерть. Это просто невозможно уже. Ребята, давайте остановимся в этой стране с переименованиями городов. Но почему, вообще говоря, для тебя Алматы и Алма-Ата, и почему ностальгия по Алма-Ате – это контрпродуктивно для тебя сейчас? Ну, то есть по названию. Контрпродуктивно, потому что, если брать исторически, то термин имеет историю. Этот термин имеет глубокую связь, начиная с этой монеты, где говорится «балат Алматы» или «балат Алмату». Балат – это город. То есть мы говорим о городской культуре, о монетном дворе, о мастерских, о том, что это не просто поселение, а к XIII веку – это уже город. И это ценно, потому что Алматы здесь фигурирует, и он историчен абсолютно. Гораздо больше проблем с нововведениями, такими как переименование симпалатинского семей. Например, что означает слово «семей» в казахском языке? Он ничего не означает. Почему номенклатура берется называть изменения, вносить в города без каких-то историко-культурных связей? Просто вот взяли с потолка и назвали «семей». Мне кажется, каждый симпалатинец или каждый житель города просто испытывал недоумение, потому что так приехал президент Назарбаев, собрал собрание актива той же номенклатуры и объявил, что мы решили с симпалатинской переименовать «семей». Что означает слово «семей»? Вот здесь нет никакой привязки исторической, а это очень важно. И любое переименование должно быть обосновано. У нас, к сожалению, номенклатура не обладает элементарными знаниями, чтобы трепетно, бережно относиться к этому. И у нас номенклатура, например, Вернинский период, Царский период полностью отметает, хотя это такая же часть истории, и она очень важная, и очень важно сохранить, потому что все краевидение, вот из Алматы, например, оно уже фиксирует именно вот этот период, Вернинский период. Очень важно его сохранить. Я уже не говорю о том, что очень важно не уничтожать курганы древности, раннего Средневековья, которые здесь есть. И вот это все постепенно будет процесс накопления культурных ценностей. Это в каждом городе должно происходить. Краеведы должны делиться материалами. Каждые экскурсии гиды должны брать эту информацию, чтобы использовать. У нас процесс накопления должен идти, как в любой нормальной стране. Ну и он же и... Ну то есть, вообще говоря, прогресс же неизбежен. То есть, прогресс неизбежен. И я вот, например, в него верю просто потому, что мы слишком... Ну, какая бы мы ни были страна по территории, мы слишком маленькая страна для того, чтобы оставаться вне мировых трендов. Вот. И поэтому то, о чем ты говоришь, это вопрос времени. Вопрос просто того, будет это в ближайшее время или в долгосрочной перспективе? У нас всегда было культурное прерывание, уничтожение предыдущего культурного слоя. И поэтому у нас нет вот этого накопления ценностного. Большевики? Смотрите, любой город. И не только большевики. Это разные причины. В основном это, конечно, директивные вещи, которые близкого отношения не имели к действительно культурному процессу. Это идеологическое оформление тех требований, которые мешали развитию и людей, и интеллигенции, и свободе слова, и появлению диссидентов, хранителей этих ценностей. Отношение к Домбровскому, отношение ко многим писателям, поэтам, которых просто номенклатура выбрасывала, чтобы иметь узкий круг людей, которые получают эти привилегии. Очень важно, чтобы была среда, которая не завязана на номенклатуре, а могла свободно жить. А для этого нужна свобода. Самое главное. Голом, скажи, пожалуйста, что такое казахский национализм, скажем так, в хорошем смысле этого слова? То есть, на сегодняшний день казахский национализм, как движущая сила страны, имеет свои позитивные черты? Он имеет позитивные черты, если он будет учитывать национальные, культурные интересы всех этносов в Казахстане. И тогда не будет конфликта между... этнического конфликта. Когда они будут понимать, что важно это многообразие, вот эта вся палитра. Вот посмотрите кухню многонациональную, многоэтническую. Ты имеешь возможность вкусно поесть любое блюдо любой национальной кухни в Алма-Ате, в Казахстане. И это плюс. То же самое явление, то же самое обрядность, то же самое верование. Чем богаче мы, тем многообразнее этот мир, тем меньше в нём места для репрессий. Скажи, пожалуйста, вот есть ли возможность, видишь ли ты её, что когда пойдут разломы, когда пойдут внутренняя борьба элит, действительно они начнут апеллировать гражданскому обществу, они просто будут пытаться его использовать. И когда гражданское общество станет, скажем так, значимой силой для того, чтобы участвовать в внутренней борьбе в Казахстане. У нас это будет очень длительный, долгий процесс, потому что всё, что мы видим наверху, это всё финансируется правящей элитой. И получается, что их манипуляции касаются и гражданской активности. Поэтому важно, чтобы во время этого разлома, конфликта внутри власти появилась возможность для конкуренции. И появилась для того, чтобы регистрировались независимые партии, независимые профсоюзы, которых у нас нет. Появились независимые группы внутри гражданского общества со своими идеями, требованиями. И власть пошла бы реагировать. Всё это формируется на базе местного самоправления. Пока не будет действительно права выбора, честных выборов, вся эта система не работает. Как ты считаешь, мы на пороге этих событий? Или это всё гадательно и мечтательно, и мы будем ждать такого рода событий ещё десятилетиями? Мы можем попасть в эту ловушку и быть в таком болотном состоянии ещё долго. И 10 лет, и 20 лет. Но чем быстрее произойдут вот эти изменения, тем быстрее начнётся развитие. Есть большой шанс, что умные люди все будут объединяться и формировать. Но для этого нужна свобода действий, свобода на уровне регистрации. Пока этой свободы нет, они всё держат у себя в кулаке, ничего не будет. И пока ситуация к тому идёт, что пока бюджет не будет обнулён, пока всё на уровне слов, это всё будет обезличено. Обсус-боксус. То есть никаких изменений нет. И только процесс появления новых групп, которые заставят власть. Вот в плане заставить, ни у кого таких ресурсов и сил пока нет. Ни у кого таких ресурсов и сил пока нет, но надежда на то, что это произойдёт, она остаётся. Она остаётся всегда, но просто так ничего не будет. Пока мы все сидим, ничего не делаем, никаких изменений не будет. Ты говоришь, когда умные люди объединятся, имея в виду и людей во власти, и людей в элитах, которые могут преследовать свои интересы. Или ты имеешь в виду только, скажем так, условную оппозицию? Я имею в виду всех людей, которые хотят изменений в стране. Это и во власти. Потому что те, которые делят пирог с любых проектов, с любых госпрограмм, их не так много. И рано или поздно их надо подвинуть так, чтобы они сами поняли, что изменения важны. Пока они, вот как монолит, держат всё у себя, воруя у страны, из бюджета, у граждан. Когда растёт бедность, она в два раза за последние несколько лет выросла. Пока есть безработица, нищета, то это всё приведёт только к революционному варианту. А нам хотелось бы, чтобы была нормальная эволюция в стране. Чтобы культурные ценности росли, чтобы политические ценности развивались, экономические и так далее. Чтобы машина работала, она не стояла уже и не ржавела, а двигалась. Ты видишь надежду в молодых людях, то есть в их повестке и в их активности сегодня? Нет, не вижу, потому что властям было важно, чтобы молодёжь была политична. Она культурно и политически себя никак не выражала. Может быть, есть свободные художественные группы, творческие союзы, но эти отдельные маленькие группы, они погоды не делают. И всё равно, рано или поздно, это всё должно перейти в политическую плоскость. Потому что изменения происходят только если свобода станет ценностью для всех. Ну, видишь как, мы с тобой начали разговаривать всё в Алжасе с Лейминами, об Алматы и Алма-Ата, то есть вроде бы, казалось бы, таких достаточно внешних вещах, а вышли совсем на другой разговор. Я себя чувствую просто человеком, который действительно начинает от тебя заражаться твоими ценностями, идеями, просто потому что они логичны, они понятны, они обоснованы. Поэтому я очень рад, что мы с тобой поговорили. И я думаю, что страна, ну я вот, я не знаю, может быть я, конечно, дурачок, но я почему-то оптимист. Мне кажется, что страна будет меняться гораздо быстрее, чем мы себе можем представить. И процессы будут происходить просто очень быстро. Мне кажется, это вот какие-то всё-таки сигналы и внешние, и внутренние, они позволяют на это надеяться. Я хочу закончить тем, что вот находясь на конференциях, у нас всегда была главная проблема, что есть официальные делегации и делегации неправительственных организаций. И нет общего языка, потому что их картинка совсем другая, хабаровская. Вот чтобы этот процесс всё-таки был единым, и люди обратно стали думать о культурных ценностях, о работах там Пропа, Фрейденберг, Ольги Михайловны и Зуева, о прекрасной работе по тюркологии, которые не оценены. А вот вернулись к культуре, к политике, к открытому обществу, конкуренции. И чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы это будем видеть только по процедурам, если изменятся процедуры. Если никаких изменений так и не будет, если регистрация опять будет в руках тех, кто не даёт возможность зарегистрировать ни профсоюз, ни партию, то не будет свободы ни на предприятиях, ни в общественной жизни, политической жизни. И формирование парламента, формирование Сената, всей правящей элиты будет неправильно. И только когда появятся демократические процедуры, начнётся формирование гражданской нации. Местное самоправление. Пока этого ничего нет, а есть просто имитации. Поэтому я пока не оптимист. Я скорее пессимист. И поэтому творение лжа с переименованием я отношу к очередному вбросу, который подхватила номенклатура, чтобы просто не говорить о главном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok